Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы новости – клуб танцевального спорта «Лунапарк». Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Спирт, патроны и стволы. Анапские полицейские обнаружили необычный склад в подпольном ликероводочном заводе в Субсехе. Обещание надо сдерживать, напомнил о главном мэр Анапы Сергей Сергеев на планерном совещании. У природы нет плохой погоды. Ко всяким сюрпризам анапчане готовы. Все лучшее детям. Воспитанникам детского садика «Пчелка» судебные приставы по старой доброй традиции дарят подарки. Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. 1 июля сотрудники полиции Анапы пресекли работу подпольного предприятия по производству контрафактного алкоголя. Серый завод организовали в гараже частного дома на улице Дружбы в Субсехе. В ходе обыска оперативники нашли не только ингредиенты для производства зелия, но и возможные орудия защиты бизнеса. Подробности в материале Вадима Родина. Вот здесь, в довольно скромном доме за высоким забором и камерой у ворот, видимо для того, чтобы не прошли непрошенные гости, полицейские обнаружили целый цех по производству южных вин. В пятилитровых канистрах спирт в мешках, химический препарат, усиливающий вкус и крепость зелья. А вот благодаря этой жидкости вино получало присущий напитку Диониса красный рубиновый цвет. На вешалке разнокалиберные шланги для переливания суррогатных жидкостей. В общем, целая лаборатория по производству российского, как указано на приготовленных коробках шампанского. Для газификации пенного напитка использовался простой баллон с углекислым газом. Изъято свыше трех тысяч литров продукции. Было обнаружено виноматериал, а также красители, ароматизаторы, лейки, шланги. То есть все признаки того, что здесь незаконно изготавливалась алкогольная продукция. Также были обнаружены документации, куда якобы сбывалась данная продукция. А на втором этаже среди детских игрушек два оптических прицела для автомата Калашникова и винтовки. И также целая россыпь патронов калибра 7,62, помповое ружье и патроны к нему. А на чердаке еще один арсенал с патронами и автоматными рожками. Возможно, здесь есть и само оружие, которое будут искать с помощью металлоискателя. Изъяты боевые патроны, предположительно, к автомату Калашникова АК 7,62, калибра 7,62х39, которые запрещены федеральным законом номер 150-1996 года к обращению. Вот оружие сейчас, и патроны изымаются, и будут направлены для экспертизы. Глушитель также был изъят. Подходит к малокалиберной винтовке ТОС-78, на которой имеются нарезы, сделанные специально под этот глушитель. Что также запрещено статьей 3 Федерального закона 150-го об оружии к использованию на гражданском оружии, использовать предмет для заглушки звука, выстрела. Вадим Родин, Анапрегион. Погода внесла коррективы в работу анапских спасателей и коммунальных служб. По метеопрогнозам, сильные ливни пройдут в ближайшие сутки. И, возможно, дожди будут до конца недели. Как справляются службы с погодными условиями и чрезмерными осадками, расскажем прямо сейчас. Специалисты выкачивают воду. Работает спецтехника, хозяева домов на улице Северной наводят порядок. Вода ушла, самое время позаботиться о чистоте. За 10 часов в Анапе выпало почти 50 миллиметров осадков. Благодаря проведенной ранее серьезной профилактической работе масштабное потопление удалось предотвратить, но расслабляться рано. Дожди обещают по прогнозам до конца недели. Заместитель мэра Анапы Алексей Харитонов провел экстренное совещание с руководителями спасательных и коммунальных служб. Все готовы и все готово. Учли даже условия чрезвычайной ситуации. На случай дизентерии в городской больнице есть вакцина и резервные места в стационаре. Спасатели-коммунальщики надеются, не пригодится. Ситуация не критична, хотя вода в реках заметно поднялась. Горная речка Суко на 40 сантиметров. В районе станицы Анапской вода стала выше на 10 сантиметров. Районы Джигинка, Первомайский и Гостогаевский не пострадали. Мы не допускали это дело. Мы к экологической катастрофе приведем все это. Это самый основной вопрос. Вы видите своих сотрудников и пусть они ходят и занимаются этим. Конецкий проспект 50. Вроск осуществляют туда. Вот сейчас факты. Они сами звонят приемную в город. Люки не открываются канализационные. Помогите открыть юки. Но это же просто недопустимо. В Анапе в зоне возможного подтопления улица Северная, Крестьянская. В станице Анапской на улице Советской подтоплены старые дома. Вода во дворах и в подвалах. Почти метровый уровень воды в тупике северном. Ситуацию усложняет шторм в море. Уровень морской воды выше на 5-10 сантиметров допустимой нормы. Решением комиссии установлен режим повышенной готовности. Все специалисты проголосовали за введение режима. И обозначили основные меры профилактики работы на ближайшие сутки. На улице Северной разбетонировать колодец на сброс плавней. Сравницам запрещено поднимать канализационные люки. Организовано круглосуточное дежурство специалистов управления ЖКХ, полиции, участковых и спасателей. И в готовности номер один спецтехника всех служб. Наталья Пухальская, Алексей Мухортов. Анапа. Регион. Сдерживать обещания данные избирателям. Так начал рабочую неделю мэр Анапы. Сергей Сергеев напомнил на плодненном свещании. Все, что обещали, должны сделать. Найти способы можно, если есть желание. Так и 40 наказов избирателей в станице Гостогаевской, не выполненными за полгода, остались только 6. Мэр Сергеев лично проверил, как еще и в какие сроки можно улучшить условия для станичников. Новый магазин станицы, как гость из города, цены с учетом социальной группы товаров. Торговая наценка не выше 10%. От нового кондиционера в жару веет прохладой. На выходе из магазина спонтанный личный прием. Станичники обратились к мэру с пожеланиями. Нужна детская площадка. В целом изменения в станице заметны и радуют. Отсыпано 4 километра дорог. Один километр заасфальтировали. Привезли новую емкость для питьевой воды. На братской могиле отремонтировали памятник. На стадионе установили скамейки. Заменили проводку, отремонтировали ступеньки в молодежном клубе «Бригантина». 88 многодетных семей получили положенные по закону земельные участки. Невыполненными остались 6 наказов избирателей. Работы по благоустройству станицы продолжат. Мэр Анапы Сергей Сергеев назвал позором. Отсутствие отопления в здании администрации потребовал решить проблему напряжения в новой котельной детского садика номер 45 «Виноградинка». 169 вольт. Летом в 9 часов утра. Так нельзя. И еще одна проблема. Очередь в детский сад. Станицы Гостогаевской 480 малышей ждут, когда можно будет прийти в садик. Крыши заменят в детском садике и над зданием отдела полиции. На территории школы номер 31 в Старом Сарае будет современный фитнес-центр. Организатору помогут с оформлением бумаг. А пока ремонтируют классы и кабинеты учителей. Планерное совещание в обычном режиме продолжили в Доме культуры. Станицы отчитались, а в выполненной работе на прошлой неделе запланировали мероприятие на предстоящие 7 дней. Статистика в полицейском участке станицы заметно улучшилась по сравнению с прошлым годом. Нет убийств, грабежей, разбойных нападений. За полгода ни одного угона автомобиля. Специалисты миграционной службы поставили на учет 498 иностранных граждан, оформили 291 патент на работу. Одного гастарбайтера принудительно выдворят из России за нарушение правил пребывания. Для профилактики интервирусного менингита подготовят и раздадут 20 тысяч листовок с полезной информацией о том, как позаботиться о здоровье. Аграрные вопросы контролирует заместитель мэра Анапы. Михаил Баюр, 52% урожая сняли. До конца недели при благоприятной погоде сельхозработы завершат. На ярмарках-привозах будут работать только местные фермеры. Цены будет контролировать администрация. Кубанские продукты должны быть доступными для кубанцев. Заместитель мэра Анапы Юрий Поляков поручил специалистам подведомственных управлений провести профилактическую работу на контроле торговой точки, экскурсионной павильоны и пляжи. Улицу Кати Соловьяновой приведут в порядок. Начать благоустройство хотя бы с первого метра рекомендовал мэр Анапы. И чем раньше, тем лучше. Полгода ответственные готовят таблички на домах с указанием улиц. Сергей Сергеев потребовал назвать конкретную дату, когда таблички начнут монтировать. Контрольный срок – 10 июля. Обыкновенная. Вот полоса, вот улица Ленина. 18 номер туда, 26 туда, у главных зданий. Цивилизованно. Все. Сделайте вот это. А потом эти шедевры тогда уже с подсветками. Можете инкрустировать Сваровский бриллиантами. Мэр удивил ответ специалистов жителям Чембурки. На улице Солнечной нет тротуара и по ответу из управления установить его невозможно. Если есть проблема, есть решение. Принцип работы Сергея Сергеева. И если есть задание, его надо выполнить. Лето – время активного труда. Отдохнуть чиновники смогут димой. Наталья Пухальская, Роман Карпов, Анапа. Продолжаем тему детства. В рамках акции «Судебные приставы детям» работники управления Федеральной службы судебных приставов устроили для ребят из детского сада номер 16 большой сюрприз. Детям подарили современный фотоаппарат. Воспитатели и малыши не скрывали своей радости. Все были очень довольны такому приобретению. Теперь от каждого праздничного мероприятия в пчелке у всех сотрудников и маленьких воспитанников останутся фото на память. Сегодня все были очень счастливы, когда они нам принесли подарок – хороший фотоаппарат, который включает в себя очень много функций. Можно и фотографировать, можно и видео снимать. На память мы уже сфотографировались, детки себя привели все в порядок, стали красивыми, сделали великолепную фотографию, опробовали, пришли к выводу, что очень хороший подарок, очень нужный, очень необходимый. И хочется сказать им огромное-огромное за это спасибо. Проведение таких праздников – давняя традиция для сотрудников службы судебных приставов. Ежегодно они проводят разные культурно-развлекательные мероприятия для детей, оставшихся без попечения родителей. Осознавая всю важность и ценность положительных эмоций и улыбок каждого ребенка, судебные приставы при поддержке коммерческих и общественных организаций стараются подарить тепло и внимание тем, кто нуждается в них больше всего. Сотрудники Краевой комиссии по делам несовершеннолетних организовали новый фестиваль-конкурс «Кубанскую олимпиаду. Планета детства». Муниципальные этапы уже прошли, в них поучаствовали более 13 тысяч детей и взрослых. Начались сезональные конкурсы. Всего их будет шесть. Первые два проходят в Каневском районе и в Анапе. В Краснодарском крае очень много делается в развитии нашей молодежной политики и в распространении тех новых форм занятости подростков, которых мы являемся лидерами. И вот этот конкурс, который сегодня проводится впервые, «Планета детства», это очень символично. И мы благодарим краевое руководство, краевое отдел по делам несовершеннолетних за то, что именно Анапа выбрано местом зонального конкурса. В составе команд дети, родители и сотрудники полиции. Проходили три этапа. Два соревновательных, суворовский редут и высший пилотаж. В третьем проявляли КВНовское мастерство. На творческом поле боя встретились команды Анапа, Новороссийско, Абинского, Красноармейского, Крымского, Славянского и Темрюкского районов. Более двухсот человек. Задания, на первый взгляд, были несложными. Но за ошибку в конкурсе участнику предстояло вернуться на старт и начинать заново. В итоге первое место в двух соревнованиях заняла команда Красноармейского района. А в КВН – хозяева площадки, команда четвертой школы. Команда-победительницы встретится на краевом этапе Олимпиады «Планеты детства» в Краснодаре. На сегодня это все новости. В завершении выпуска прогноз погода на завтра. Прогноз выходит при поддержке наших партнеров. Салон магазина изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы» и торгового центра «Алиса». Всегда удачный шоппинг в центре города. У каждого из нас свои желания. Кто-то любит шоппинг. Кто-то не любит шоппинг. Кто-то любит играть. А кто-то любит себя. Торговый центр «Алиса». Исполняет ваши желания. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон-магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. В среду 3 июля в Анапе сохранится дождливая пасмурная погода. Температура воздуха в дневные часы плюс 22-24, ночью до 20 градусов по Цельсию. Ветер переменный 2-4 метра в секунду. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды у берегов Анапы 22 градуса выше нуля. Далее блок полезной информации от партнеров программы. Производственного предприятия «Меркурий-2» и клуба танцевального спорта «Луна». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны 48333 и 48300. Они стали легендой. Девятикратные чемпионы мира. Клуб танцевального спорта «Луна Парк». Стань одним из нас. Стань чемпионом. Стань. 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 Стань.